Ю – ужасно отвратительный и потный 15-летний неудачник, который любит обманывать, чтобы добиться успеха в жизни. Чувак, его отец вышел наперекур и решил больше никогда не возвращаться. К счастью для него, помимо того, что его бросили, он еще и страдает от красивой внешности и сумасшедшего стиля одежды, и девчонки думают, что он чертовски сексуален. Но на самом деле он просто глупый мошенник, обладающий сверхъестественной способностью менять тело. В этом мире, когда некоторые дети становятся подростками, они приобретают сверхъестественные способности, которые сохраняются на протяжении всего подросткового возраста. И исчезают, когда они становятся взрослыми. С самого детства тебе нравится думать, что он крутой и выше всех остальных. Когда он становится подростком, у него появляется сверхъестественная способность вселяться в других людей. Однако есть некоторые ограничения. Например, он может обладать ими только в течение пяти секунд, и пока он это делает, его собственное тело просто упадет, и это будет выглядеть так, как будто он спит. Через пять секунд его душа насильно возвращается в его собственное тело. С годами он учится использовать эту способность многими способами, включая получение ответа на один из самых важных вопросов, которые могут возникнуть у мужчины. Каково это быть женщиной и иметь грандиозные планы? Он также использует эту способность, чтобы отомстить людям, которые ему не нравятся, завладевая их телами и вязываясь в драку. Но больше всего эта способность позволяет ему списывать у других в своем классе, и он использует все свои способности, чтобы получить и поддерживать наивысший балл. В каком бы классе он не учился, воспользовавшись этим чит-кодом, он смог поступить в частную среднюю школу и даже успешно сдать вступительный экзамен. В день церемонии открытия он поднимается на сцену, чтобы произнести речь в качестве представителя нового ученика, и все девочки в его классе думают, что он горячий, умный, обаятельный. Поэтому его часто приглашают на свидание, и он получает удовольствие, отказывая им и чувствуя себя настоящим Джикой Чадом. В первом классе может показаться, что ему просто неинтересно, но на самом деле он положил глаз на самую красивую девочку в школе Юми. Однажды он решает проследить за Юми и ее лучшим другом Миссимой, возвращающимися домой. Когда они останавливаются на перекрестке и разговаривают друг с другом, Ю овладевает Миссимой и убегает от Юми так далеко, как только может, за пять секунд в ее теле. После этого он вселяется в водителя грузовика с пистолетом и заставляет его врезаться в Юми, но как раз перед тем, как она успевает получить Ишикой и перевоплотиться в торговый автомат. Он возвращается в свое тело и ведет себя как герой, отталкивая ее и спасая ей жизнь. Вскоре Миссима тоже возвращается и спрашивает их, не были ли они лосями, а Ю проверяет водителя, чтобы убедиться, что при съемках этого видео никто из водителей грузовика не пострадал. Юми благодарит его за то, что он спас ей жизнь, и говорит, что они собирались в это знаменитое блинное заведение и предлагает ему пойти с ними. Ю использует обратную психологию и пытается вести себя вежливо и застенчиво. И это заставляет Миссиму вернуться домой, в надежде позволить своей лучшей подруге провести немного времени наедине с Ю. Ближе к вечеру того же дня Ю и Юми зашли в блинную и вместе насладились трапезой. Юми спрашивает его, не хотел бы он как-нибудь еще раз сходить с ней куда-нибудь после школы, и он принимает предложение со своими улыбающимися самовлюбленными глазами. На следующий день в школе Юбит получает сообщение от Юми, что она будет ждать его снаружи, но как раз в этот момент ему звонят в офис студенческого совета к президенту. Оказавшись там, президент представился как Есиюки и сказал, что начальство попросило его заставить тебя сдать вступительный экзамен еще раз, так как он подозревается в мошенничестве. Если он откажет создавать тест или наберет менее 90% баллов, его исключат из школы. Услышав это, который говорит, что это чушь собачья, но у него нет другого выбора, он решает попробовать и списать с листа ответов в кабинете президента. Руки. Тест начинается, и поскольку он тупица, он не знает ни одного ответа, поэтому он использует свою способность и овладевает телом Есуки. Но к его удивлению, вместо листа с ответами у него в руках горячий журнал, и в конце концов он со злостью разрывает его на куски. Как только он возвращается в свое тело, президент задается вопросом, что только что произошло. И говорит ему, что ему показалось, будто он внезапно разорвал ответ «разрежьте лист на кусочки». Как раз в этот момент бледная светловолосая девушка напугала его до полусмерти, выскочив из-за его спины со своей видеокамерой. Она представилась президентом студенческого совета другой школы, которая сейчас называется Start Ocean Academy, и сказала, что наконец-то поймала его на лжи. Она показывает ему видеозапись того, как его тело засыпает, и говорит, что только что он сказал, что видел, как Есуки разорвал лист с ответами на кусочки. Но на самом деле его тело заснуло, голова лежала на столе. Кроме этого, она записала еще несколько кадров, на которых он делал это в прошлом во время экзаменов. Юй сопротивляется, говоря, что у него такая болезнь, что он внезапно засыпает и ничего не может с этим поделать. Но она показывает ему его медицинское заключение о вступительном экзамене и говорит, что там нет упоминания о таком заболевании. Юй начинает паниковать, убегает оттуда и пробегает мимо парня в очках, который кажется сейчас с ним. Юй выбегает из школы и бежит по улице, пока не сворачивает за угол. Внезапно что-то врезается в магазин позади него, и он в ужасе оглядывается, не понимая, что только что произошло. Он начинает бежать вперед и что-то врезается в мусорную кучу рядом с ним, отчего паника усиливается. В конце концов он добирается до берега реки и делает передышку, но обернувшись видит четыре глаза, которые стоят на другом конце дороги и смотрят на него. Этот парень принимает стойку для бега и мгновенно взмывает воздух, держа тебя на руках, и перепрыгивает реку, как камешек, пока они не разбиваются о противоположный берег. Ты спрашиваешь его, что он только что сделал, и парень объясняет, что у него есть сверхъестественная сила, называемая заряд, которая позволяет ему очень быстро мчаться в одном направлении, но он не очень хорошо ее контролирует, и его техника торможения все еще находится в стадии разработки. Ты задаешься вопросом, что это за дефектная техника, и спрашиваешь, почему он преследовал его. Как раз в этот момент на сцене появляется Нео и говорит, что они хотят, чтобы он перешел в их академию, по крайней мере до тех пор, пока он не станет подростком. Она говорит ему, что в этом мире есть много таких же людей, как он, со сверхъестественными способностями, но эти способности болезнь, и они исчезнут. Как только он вырастет. В их академии заботится о таких людях, как он, чтобы убедиться, что они не злоупотребляют этими способностями и не сеют хаос в мире. Так что пока его способности не исчезнут, он должен оставаться в их академии, и она уже получила одобрение его опекуна. Она удивляется, почему он пытался жульничать со своими способностями, несмотря на то, что он довольно симпатичный и немного насмехается над ним. Ю излиться и пытается ударить ее, но она внезапно становится невидимой и избивает его как боксерскую грушу. Он спрашивает, является ли ее способность невидимостью, но четырехглазый парень Джоджера объясняет, что ее способность делает ее невидимой только для одного человека по ее выбору. В то время как для остальных она выглядит нормально. Все остальные. Прежде чем отпустить его, она также сказала ему, что он присоединится к ним в студенческом совете. Потому что его способности могут пригодиться в поимке других людей, обладающих сверхъестественными способностями, такими же, как у него. Позже тем же вечером Ю возвращается домой, и его встречает его младшая сестра Аюми. Она говорит ему, что у нее есть хорошие новости, и что их дядя сказал ей, что они оба получили стипендии в Академии Звездного океана и скоро переведутся туда. Чтобы отпраздновать это событие, она приготовила для них обоих рисовый омлет с соусом для пиццы и кетчупом. И Аюми говорит, что ей очень не хватает того, как готовила их мама. Юй печально опускает глаза и просит ее не говорить о том, что она сказала, что он все еще злится на нее за то, что она бросила их из-за их дяди после развода. Юми говорит, что она все еще хотела, чтобы они поладили, и во время разговора на тему семьи она говорит, что ей становится все хуже. В последнее время у меня такое чувство, что раньше в их семье был кто-то еще. Но Юй говорит, что их только двое, он и она, и советует ей перестать смешивать мечты с реальностью. После этого Аюми заканчивает свой вечер наблюдением за звездами в телескоп, и Юй советует ей посмотреть какое-нибудь вечернее шоу или что-то в этом роде. Потому что это проверенный способ завести друзей. Делайте пометки в разделе комментариев. Делайте пометки. На следующее утро они переезжают в свою новую комнату в Академии, и Юми чувствует себя по-настоящему счастливой и взволнованной тем, что у нее есть большая комната для жизни. Позже в тот же день Юй встречается с Юми, рассказывает ей о переводе и пытается дать ей понять, что он все еще хочет пойти встречаться с ней, не признаваясь в этом. Но Юми говорит, что она все понимает и с уважением относится к нему, и это повергает его в большой шок. Позже тем же вечером Нао и Йоджиро заходят в их новую комнату, чтобы помочь им освоиться. Они дразнят Ю, знакомятся с его младшей сестрой и начинают помогать им распаковывать вещи. Нао показывает Аюми несколько трюков, используя свои способности, и они становятся по-настоящему хорошими друзьями. Как только они все уходят, Ю и Аюми ужинают вместе, и Ю снится ностальгический сон, в котором он чувствует, что у него когда-то тоже был брат или сестра рядом с Аюми. И он задается вопросом, не просто ли она повлияла на него. На следующий день Ю готовится к своему первому дню в новой школе, и перед тем, как он уйдет, Аюми кладет в коробку для ланча его не самый любимый рисовый омлет с соусом для пиццы. Когда-то это было его любимым занятием, но он уже давно из этого вырос. В школе его приветствуют сейчас и Джоджиро, и он спрашивает их, все ли в школе обладают сверхъестественными способностями. Джоджиро отвечает, что ожидается, что у большинства учеников они скоро появятся или только начали проявляться. Нео говорит, что некоторое время назад, если бы был найден кто-то со сверхъестественными способностями, его бы схватили и отправили в лаборатории для проведения над ним ужасных экспериментов, но потом. Определенный человек создал эту систему, чтобы защитить этих детей. Ты пытаешься отнестись к этому спокойно, говоря, что все могло быть не так уж плохо. Но теперь говоришь, что старший брат был одним из тех детей, которые не смогли выжить и над которыми ставили эксперименты. Ты спросил ее, почему они заставляют его использовать свои способности за пределами школы в качестве члена студенческого совета, и теперь объясняет, что их работа заключается в поиске таких детей и обеспечении их безопасности или предупреждении их о том, чтобы они не использовали свои способности за пределами учебного заведения, для их собственной безопасности. Ему заплатят за эту работу, и судя по тому, что у него есть младшая сестра, ему наверняка пригодятся эти бумажные купюры. Юй принимает предложение, а затем идет в свой новый класс и знакомится со всеми. Он думает, что и здесь он сможет вести себя круто, но потом он замечает, что Нао и Джоджиро оба учатся в его классе, и это разрушает его планы устроить этот крутой спектакль. Во время обеденного перерыва ты спросишь Джоджиро о том, как она стала президентом студенческого совета на первом курсе школы. Он говорит, что эта должность открыта для всех учеников, и в основном ее получают те, кто быстро и ответственно подходят к делу, используя свои способности. После этого они оба идут в кафетерий купить несколько бутербродов, потому что Ю сыт по горло сладким рисовым омлетом. Все заведение действительно переполнено, поэтому Яджиро решает использовать свои способности и пробегает мимо прилавка с фруктами, бросает туда деньги. Хватает четыре бутерброда с котлетами и пробивается сквозь толпу. Окно с другой стороны. Затем он заходит к тебе сзади, протягивает бутерброды и рассказывает, что всегда носит легкую броню под униформой, чтобы не получить серьезных травм. После этого они оба возвращаются в свой класс и едят вместе. Ты спрашивал его о том, что происходит сейчас и почему она кажется одинокой. Он говорит, что ее сила позволяет ей быть невидимой только для одного человека. А это значит, что если она будет сопротивляться, используя свои силы против всех остальных, это будет выглядеть так, как будто она просто избивает других людей, не защищаясь. И это создаст ей плохой имидж среди студентов. Вскоре к ним подходит Нео и говорит, что скоро придет их коллега, возможно у них будет новое задание. Они все идут в офис студенческого совета и Ю замечает огромную карту города на столе посередине. Внезапно входит парень с длинными мокрыми волосами, с которых капает вода и тычет пальцем в карту. Он говорит, что это место средняя школа Намба, а его сила в экстрасенсорной фотографии, а затем уходит, не сказав больше ни слова. Ты спрашиваешь остальных, что все это значило, и они объясняют, что это был их сотрудник. Который помогает им находить других людей, обладающих сверхъестественными способностями, а также выявлять их способности. После этого они все пропускают занятия и отправляются в старшую школу Намба. Сейчас мы с Джоджера заходим туда и начинаем расследование, расспрашивая учеников о том, не происходило ли чего-нибудь странного, что они могли заметить в последнее время. Через некоторое время Нао бежит обратно к Юа, говорит ему, что они нашли кого-то подозрительного и просит его завладеть их телом, чтобы обыскать их сумку. Они оба бегут и видят парня, который бежит со своей сумкой. Ю использует свою силу, берет его под контроль и начинает вытряхивать содержимое его сумки на землю. Как только его сила иссякает, Джоджера хватает парня и удерживает его, пока Майя роется в содержимом и находит черную букву с несколькими картинками. Оказывается, это фотография одной из девочек из школы парня, а на второй картинке изображена своего рода рентгеновская версия, из-за этого он также может заглянуть ей под одежду. Они спрашивают его об этом, и он говорит, что купил фотографии, и после того, как ему начали угрожать, он рассказывает, что получил их от мальчика по имени Уда из второго класса Е. Получив эту подсказку, они бегут в класс и узнают, что Уда на самом деле является президентом клуба стрельбы из лука. В школе. Майя вламывается в свой шкафчик и находит кучу извращенных улик. После этого они отправляются навстречу с ним наедине, а теперь удивляют его, появляясь прямо перед ним из воздуха. Она рассказывает ему обо всем и спрашивает, зачем он это сделал, а он отвечает, что ему нужны были деньги на лечение болезни в семье. Майя говорит ему, что это неправильный путь, и если он не остановится, его скоро схватят и отправят в лаборатории для экспериментов. Пришелец из зоны 51. Юдо тоже делает ее сексуальную фотографию и пытается шантажировать, но Ю завладевает его телом и возвращает фотографию в настоящее время. Затем Юдо направляет на нее стрелу и в качестве последнего средства сбивает ее с ног, но Джо Джиро молниеносно проносится мимо и уносит стрелу с собой. После этого они заставляют его сдаться, и дело с концом. Покончив с этим, они все возвращаются в свою школу, и по дороге Ю спрашивает о своем брате и о том, что с ним случилось после того, как его забрали к ученым. Она говорит, что на самом деле это ни для кого не секрет, и они могут завтра вместе навестить его брата. На следующий день они оба садятся на экспресс, а затем на автобус и едут в большую больницу, расположенную на вершине красивого утеса, откуда открывается свежий и живописный вид. По дороге она рассказывает историю о том, как все это началось для нее. Она только что получила стипендию для поступления в престижную среднюю школу. Как и большинство аниме-пап, ее отец так и не вернулся из похода за молоком, и она была воспитана матерью вместе со своим старшим братом Кадзуки. Кадзуки был начинающим террористом, который изо всех сил пытался добиться своего запрета и заключить сделку с одним из крупнейших звукозаписывающих лейблов. Однажды их мать вызвала их обоих и сказала, что она записала их в школу-интернат. Кадзуки сопротивляется и спрашивает, почему она это делает, и что он в любом случае скоро собирается съехать, так что это было бы полезно для семьи. Кроме того, он ни на что не годен, потому что любит играть на гитаре. В отличие от сегодняшнего дня, он даже не очень умен и не очень хорошо учится. Но их мать встает на колени, кланяется до земли и молча умоляет их сделать так, как она говорит, чувствуя себя убитой горем и раздираемой противоречиями. Кадзуки все еще уважает свою мать и соглашается с ее желанием. Нао далее рассказывает, что эта новая школа была довольно хорошей, но несмотря на то, что она ходила в ту же школу, она не сможет увидеть своего брата целую вечность. Всякий раз, когда она поднимала эту тему или пыталась встретиться с ним, ее друзья окружали ее и уводили прочь. Единственной особенностью этой школы было то, что после занятий она должна была регулярно проходить медицинское обследование. Оказалось, что у ее брата обнаружили сверхъестественную способность, которая позволяет ему вибрировать воздухом на разных частотах. Пока она училась в школе, ее брат подвергался жестоким бесчеловечным экспериментам. И когда она наконец увидела его спустя годы, он был психически сломлен и даже не мог вспомнить, кто он такой и кто она такая. Друзья, которые окружали ее, оказались фальшивыми студентами, нанятыми учеными, чтобы держать ее подальше, и ее держали там вместе с другими студентами. Предположение, что существует большая вероятность того, что она также разовьет в себе способности, как и ее брат. После того, как она стала свидетельницей всего этого, она потеряла способность доверять кому-либо и сбежала оттуда. Вскоре они приезжают в больницу, чтобы встретиться с ее братом, и ты видишь, что он психически деградировал и неуравновешен. Он думает, что создает музыку, громко крича и разрывая простыни и подушки. После того, как ему дали снотворное, он онемел, и теперь его вывозят на инвалидной коляске подышать свежим воздухом. Она говорит, что потеряла надежду, но так было до тех пор, пока она не встретила единственного человека, которому доверяет сейчас, и он создал эту школу и впустил ее. А также поддержал ее брату, оплатив его медицинское обслуживание в этой больнице бесплатно. Она говорит, что никто не ищет лекарства для ее брата, потому что для ученых люди со сверхспособностями подобны батарейкам. Одна из них садится, они просто берут новую и проводят на ней свои эксперименты. После этого они объявляют, что на сегодня все, и Ю возвращается в свою комнату. Его встречает Аюми, которая готовит овощное карри, чтобы они могли насладиться им на ужин. Позже тем же вечером она рассказывает ему о том, как она взволнованно увидев необычную комету, которая проходит мимо Земли раз в несколько сотен лет. На следующее утро он просыпается и идет в школу, а Аюми готовит ему еще один ланчбокс со своим сладким рисовым омлетом. Он говорит ей, что ей больше не нужно готовить его для него, так как никто больше не приносит обед, а поход в кафетерий – хороший способ завести новых друзей. Она немного опускает глаза, но потом говорит ему, чтобы он все равно взял это сегодня, потому что она уже приготовила это. Позже в тот же день в школе во время обеденного перерыва ты идешь в кафетерий с Джоджерой, и он готовит им обоим особый рис с карри, используя свои сумасшедшие лихие способности. А теперь передает Джоджера сообщение, чтобы они тащили свои задницы в офис студенческого совета, так как у их коллеги есть для них новая зацепка. Они оба идут в офис, и как обычно заходит парень с мокрыми волосами, указывает на случайную улицу на карте и говорит, что на этот раз у человека есть две зацепки. Силы, ченнелинг и пирокинез, способность управлять огнем. Это вызывает у них любопытство, и они отправляются в узкий переулок, чтобы найти этого человека с двойной энергией. Сейчас они проводят расследование и натыкаются на женщину, которая рассказывает им, что видела пожилого мужчину, преследующего телевизионного кумира и певца США. Услышав ее имя, ты понимаешь, что это имя певицы, от которой Аюми без ума, и Джоджера тоже начинает фанатить, как простофиля. Оказывается, он закоренелый простофиля для Юрин и следит за ней во всех ее социальных сетях, включая ее единственных нелегальных поклонников, которые пытаются привлечь к себе внимание. Обдумав это, она предлагает им попробовать позвонить в ее лейбл и просит их назначить встречу, но теперь говорит ему, что он не такой уж и крутой, что мир вращается вокруг него. И что лейбл ни за что не позволит кучке старшеклассников встретиться со своим кумиром. Она продолжает оглядываться по сторонам и замечает подозрительного мужчину, выходящего из-за угла, и бросается за ним в погоню. Как и ожидалось, мужчина пронзает ей сердце, бросает ее на землю и начинает убегать. Юй овладевает своим телом и позволяет Джоджеру прижать его к стене, сломав несколько ребер. Нео забирается на него сверху и говорит, что если он хочет, чтобы они вызвали ему скорую помощь, он должен сказать ей, где находится Юса и почему он убегал от них. Он говорит, что просто выполнял приказ поймать ее от имени телеканала Таю ТВ. После этого его увозят в машине скорой помощи и к нему подходит рыжеволосый мальчик. Этот парень спрашивает их, что они там делали, и теперь они говорят ему, что ищут Юсу, так как думают, что она попала в беду и хотят защитить ее. Затем он спрашивает их, как им удалось справиться с большим парнем, а затем говорит, что они тоже обладают сверхъестественными способностями, как и Юса, и это удивляет парня. Он спрашивает ее, откуда она это узнала, и говорит ей доказать это, и Майя становится невидимой перед ним, чтобы доказать свою точку зрения. Затем он отводит их всех в подземную комнату, где они встречаются с США и еще одним парнем. Джоджуру сразу же начинает заискивать перед ней, как Санджи, но теперь отталкивает ее и начинает задавать вопросы. Уса говорит ей, что у нее такое заболевание, при котором она внезапно засыпает и часто просыпается где-то в другом месте. Теперь она приходит к выводу, что Уса обладает способностью направлять души умерших в свое тело, и спрашивает мальчиков об этом. Они говорят ей, что у Са была старшая сестра по имени Миса, которая погибла в результате несчастного случая. Именно в этот момент выражение лица Усы резко меняется, и она начинает вести себя, как настоящая гангстерская девчонка. Она спрашивает их, почему они говорили о ней незнакомцам, и поджигает все вокруг, но потом видит перед собой зефир и успокаивается. Нео поговорил с ней и выяснил, что Миса берет контроль над ее телом, используя свою силу, и таким образом она также может использовать свою собственную силу управления пламенем. Тайна раскрыта. Она спрашивает ее, кто были эти двое парней, и Миса говорит ей, что они были друзьями ее детства. А потом она спрашивает ее о том, почему за нами гнались, и ребята говорят ей, что это было из-за этого смартфона. Оказывается, США случайно забрала его домой после дня, проведенного на съемочной площадке. И в нем содержится несколько сообщений от какого-то крупного телепродюсера о мошенничестве и отмывании денег, которые вас легко арестуют, если доставят в полицию. Но независимо от того, вернет она деньги сейчас или нет, она не сможет добиться успеха в индустрии из-за коррумпированной сети преступников. Миссис говорит, что она просто сожжет всю телестанцию дотла, если они поступят так с ее сестрой. Но теперь начинает спорить с ней и говорит ей успокоиться, если она не хочет, чтобы ее сестра попала в тюрьму. Она говорит, что у нее есть план, как обезопасить свою сестру, а также как отомстить, и просит ребят раздобыть какую-нибудь огнеупорную одежду. Позже той же ночью они звонят продюсеру и просят вернуть ему устройство. Но когда продюсер начинает вести себя как какой-то крутой парень, Миса берет верх и сжигает двух его людей на стороне. Затем она заставляет одного из телохранителей пырнуть себя ножом в ногу, и последний из них исчезает в мгновение ока. После этого она выходит вперед, протягивает руку вверх и заставляет продюсера почувствовать несколько ударов руками и ногами, после чего он снова падает на землю. Она угрожает ему, швыряет в его сторону телефон и говорит, чтобы он держался подальше от ее пути к славе, иначе она придет и найдет его. В аду, заставляя его убегать, как неженку. Оказывается, она попросила своего ребенка и друзей заменить телохранителей, надев на них огнеупорные куртки, чтобы она могла поджечь их. Ты взял под контроль третьего охранника и заставил его ударить себя ножом в ногу, а Джоджиро оттолкнул последнего охранника на скрученную линию деревьев. В конце концов, Нао выбил дерьмо из продюсера, чтобы все выглядело так, будто Миса обладает божественными способностями. Как только этот вопрос будет решен, она скажет ей, что перевод в их академию был бы лучшим способом защитить Юсу. И что как только ее способности исчезнут, она не сможет принимать участие в съемках. Больше не над ее телом. Миса полностью согласна с этим, но шоу с рыжеволосым парнем нет. Он просит разрешения поговорить с ней наедине и признается ей в своих чувствах. Он чувствует вину за то, что выжил после аварии на мотоцикле, которая унесла ее жизнь, и хотел пойти с ней на свидание, но она решила найти Ишикаде самостоятельно. Миса похлопывает его по плечу и говорит, чтобы он двигался дальше и наладил свою жизнь, а позже решает перевестись в академию Звездного океана. Как только со всем этим будет покончено, Ю возвращается домой, и его, как обычно, встречает Юми, которая ждет его на ужин. Они садятся за стол, и Ю рассказывает ей о встрече с США, и она начинает вертеться вокруг него, как миньон. Он говорит ей, что она, возможно, перейдет в их школу, и Аюми становится еще более взволнованной встречей с ней лично. На следующее утро он просыпается и видит, что Аюми готовит ему завтрак. Сегодня в меню французские тосты, покрытые фирменным соусом Аюи, да, как вы уже догадались, соусом для пиццы. Запихнув в рот все эти суперсладкие тосты, Ю спешит в школу и встречается с Джоджиро. Все в классе только и говорят, что о юзере и о переводе в их школу, и тебе интересно, что произойдет, когда она действительно поступит. Скоро начнется урок, и учитель войдет, чтобы представить свою новую и популярную ученицу-переводчицу. Все начинают болеть за сборную США, и это превращается в танцевальную вечеринку, прежде чем учитель их всех отругает. США, как обычно, ведет себя мило и велит им всем успокоиться, а затем говорит, что у нее часто бывают перерывы по работе, но она хотела бы наслаждаться своей школьной жизнью сани. Сейчас она займет свое место, и все начнут толпиться вокруг нее, как овцы. Позже в тот же день заходит Нао и говорит, что у них появилась еще одна зацепка, и просит Юсу тоже пойти с ними. Они все идут в офис студенческого совета, и, как обычно, входит мокрый, с которого капает вода парень и заставляет каплю воды упасть на карту. На этот раз их цель обладает силой телекинеза, и Юса спрашивает их, что все это значит. Юй вводит ее в курс дела и теперь говорит, что, по ее мнению, она знает, кто является их целью, основываясь на местоположении. Затем она показывает им несколько кадров с парнем по имени Эрифуми из бейсбольной команды Академии Кинай. Он, кажется, довольно популярен среди молодых игроков и, как говорят, находится на пути к тому, чтобы присоединиться к большим листьям. Благодаря его недавнему выступлению в последних трех играх. Судя по видеозаписи замедления, он использует неправильный хват для того вида мяча, который он бросает. И подозревает, что он использует свои способности, чтобы контролировать мяч в воздухе после того, как он покидает его руки, чтобы совершать эти безумные броски. После этого не все отправятся в Академию Кинай и представятся Арафуми. Нао прямо говорит ему прекратить использовать свои сверхъестественные способности во время игр, и что он потеряет свои способности к тому времени, когда доберется до профессиональной лиги. И будет выброшен из команды, и это разрушит его карьеру. Его карьера навсегда останется в прошлом. Она говорит ему, чтобы он играл, используя свои способности, а он отвечает, что она никак не может заставить его поверить во всю эту чушь. Она говорит ему перестать притворяться и показывает ему свои способности, становясь невидимой перед ним. И именно тогда Миса берет верх и тоже показывает ему немного огня, который пытается успокоить ее, а она в гневе плюет на землю. И Джоджиро тут же начинает искать это, как жуткий симпат, которым он и является. В то же время он не может смириться с тем фактом, что на самом деле плюнул не Юсуп, а Миза, и размышляет о трогательных подробностях этого. Тем временем Нао говорит ему, что если он не остановится, то будет пойман властями и отправлен к ученым, которые проведут исследования. Ставьте над ним эксперименты, пока его силы не иссякнут. Он смотрит на нее скептически, но потом она предлагает ему сыграть в бейсбол против ее школы. Если он выиграет, она не будет совать нос в его дела, но если он проиграет, он должен прекратить использовать свои способности. Он принимает предложение, и они решают встретиться на бейсбольном поле Академии Star Ocean в полдень следующего воскресенья. На обратном пути ты спрашиваешь, есть ли в их команде пользователи, обладающие способностями, которые могут ударить по телекинетическому мячу Арафуми, и она говорит, что у них их нет. Активных пользователей способностей в команде вообще нет, но чтобы все шло своим чередом, они сами присоединятся к команде и заставят тебя использовать его способности в своих интересах. В следующее воскресенье они все встретятся на поле, и обе команды выстроятся друг против друга. Они начинают игру, и на первой минуте обе команды выглядят примерно равными. Их отбивающие не могут попасть по мячам Ocean Academy, в то время как мячи Арафуми это просто обман, и по ним действительно трудно попасть. Нао ругает их за то, что они плохие, а ее собственный питчер злится на нее, говоря, что он тоже старается изо всех сил. Но всякий раз, когда кто-то злится на нее за ее сквернословие, она зовет на помощь Юсуфа и заставляет его использовать свои женские венки, чтобы превратить мальчиков в простаков. И получает верните их на поле. Во время игры они замечают, что воздух немного поднимается и уходит в сторону. Их кетчер также очень искусен в том, что может ловить сумасшедшие мячи, не обладая никакими способностями. Игра продолжается довольно долго и доходит до финальных очков. Нео решает позволить своей команде также использовать некоторые из своих способностей, чтобы оживить игру, и говорит тебе овладеть их отбивающим, чтобы набрать очки. Тебе удается это сделать, но их кетчеру, который был ранее, удается вернуть очко, обеспечив себе базу. Сейчас последний раунд, и Яджиро готов к отбиванию. Майо говорит ему, чтобы он коснулся мяча, а затем использовал свои способности, чтобы коснуться первой базы. Джоджиро делает именно это, и ему остается только заплатить за это тем, что его уродливое лицо будет предано забвению. Далее Миса теперь тоже смогла попасть по их мячам, и наконец теперь твоя очередь бить по мячу, чтобы заработать победное очко. Теперь он спрашивает, как он собирается это сделать, и она говорит ему, чтобы он хоть раз в жизни сыграл честно и подбадривает его. С этими словами Юу подходит к битой и старается изо всех сил, ему удается остановить момент с помощью кучи фолов. Но в конце концов Рифуми использует свои способности, чтобы бросить дикий мяч и заставить тебя промахнуться. Но его захват также не дает ему этого, и это дает Мизе шанс убежать на базу, и они выигрывают игру. После их каприза ты чувствуешь себя счастливым и удивляешься, почему он так себя чувствовал, и объединяешься с ними сейчас. Затем они говорят о Рифуми прекратить использовать свои способности в качестве обещания, и он говорит, что сделает это. Затем он рассказывает, что он всего лишь обычный питчер, но его друг Токада – потрясающий кетчер, который действительно может пробиться в высшую лигу. Но будучи его другом, он решил остаться с ним, несмотря на то, что в их школе не самая лучшая бейсбольная программа. Он хотел попасть в высшую лигу и привести туда своего друга. Теперь она использует топовое мебдзюцу и говорит ему подбадривать своего друга со стороны. И она уверена, что однажды он будет гордиться им и расскажет другим об этом удивительном игроке, как о своем друге. Как только со всем этим разберутся, Арифуми обещает больше не использовать свои способности и возвращается к своей команде. Наома просит тебя ненадолго завладеть Арифуми, так как она хочет провести эксперимент, и он делает это за нее. Как и ожидалось, он овладевает своим телом на пять секунд, а затем возвращается в свое собственное и спрашивает, что она хотела увидеть. И она говорит, что им придется подождать и видишь. После этого Юй, как обычно, возвращается домой, чтобы поужинать со своей сестрой и наблюдает, как его фанаты обсуждают новый рекламный ролик Ю и анонс песни. Несколько дней спустя наступает еще один день, когда все в классе толпятся вокруг Юсы, как жеманные овечки. С другой стороны, сейчас она занимается своими делами и слушает музыку, как обычно. Внезапно к ней подходит группа девочек, вытаскивает ее из класса и отводит за школу. Ты задаешься вопросом, что все это значит, и решаешь последовать за ней и подглядывать за ней из-за угла. Он видит, как девочки собираются вместе и прижимают ее к стене. Мужчина с пистолетом избил ее и бросил на землю, прежде чем уйти. Юй выходит и спрашивает ее, что все это значило, и она говорит ему, что людям часто не нравится, как она дерется. С того момента, как она впервые столкнулась с ними, и они мстят ей таким образом. Юй помнит тот случай, когда она избила его на берегу реки и понимает, что она имела в виду, но считает, что это совершенно несправедливо по отношению к ней. Он спрашивает ее, почему она не сопротивляется, и она говорит, что тоже не в настроении, и замечает, что ей стало плохо. Сообщение от их сотрудника. Она возвращается в офис студенческого совета и обзванивает всех присутствующих. Уса смотрит на избитое лицо Нао, а Миса выходит и говорит, что они должны отомстить. Но теперь говорит ей, что она этого не хочет, и отпускает их. Как раз в этот момент, как обычно, заходит парень, с которого капает больше всего воды, и на этот раз указывает на какие-то горы на карте. На этот раз их цель обладает способностью летать, и, похоже, теперь тоже знает об этом человеке. Она кладет листок бумаги и показывает, что недавно люди видели летающего человека в этих горах, и их целью должно быть является этот парень. Пока об этом говорят только группы культа Ниши, но пройдет совсем немного времени, и местные новости узнают об этом, если эти люди увидят летающего человека. Наблюдения продолжаются. Это означает, что они должны действовать быстро, и она говорит всем готовиться к поездке. Сейчас в супермаркете Юй помогает ей с покупкой продуктов, и она набирает много кукурузы. Она говорит, что они не могут приготовить барбекю без кукурузы, приготовленной на гриле, а затем направляется в мясной отдел за стейками, ребрышками и сосисками. Юй также добавляет немного овощей и перца, и они спорят о том, насколько они полезны для здоровья, пока Яджиро и Юса моют их и удивляются, как они выглядят в здоровом виде. Пара. Однако вскоре Яджиро начинает радоваться тому факту, что ему наконец-то удалось поговорить с Юсой наедине. Собрав все необходимое, они все вместе отправляются в горы, и теперь говорят мальчикам нести палатки и другое снаряжение, а сами позаботятся о еде. Ты спрашиваешь, останутся ли они на ночь, и она отвечает, что они пробудут там столько, сколько потребуется, чтобы выманить стюарда. После этого они отправляются в указанное в журнале место и разбивают там лагерь. Пока они собирали палатку, Ю чуть не упал в глубокий высохший колодец, и теперь над ним начинают смеяться. Затем она наполняет его водой и говорит, что было бы забавно увидеть, как его жир падает вниз. После этого они проводят остаток дня, готовя еду, наслаждаясь трапезой и разговаривая друг с другом. Ночью ты задаешься вопросом, куда же ты подевался, и пройдя немного по лесу, оказываешься у обрыва, откуда открывается прекрасный вид на звездное небо над головой. Сейчас сидит там на каменной скамье и слушает свою музыку, а Ю подходит и присоединяется к ней. Он говорит, что ему было интересно послушать музыку, которую она всегда слушает, и она дает ему послушать свое устройство MP4. Она говорит ему, что это пост-рок группа под названием Джин, и раньше это была любимая группа ее брата, пока он не сошел с ума. Юй слушает ее и сразу же чувствует глубокую, но освобождающую изоляцию от музыки и делает ей комплименты. Видя, что ему нравится музыка, приходит в настоящий восторг и позволяет ему оставить плеер себе в качестве подарка. Она говорит, что вокалистка группы слепа на оба глаза, и возможно именно поэтому ее песни кажутся такими глубокими и трогательными. Глядя на то, как она выглядит такой взволнованной и счастливой, ты понимаешь, что это первый раз, когда он видит ее с этой стороны, и мы все знаем, к чему это приведет, не так ли, ребята? Далее она добавляет, что прямо сейчас она целыми днями записывает таких мошенников, как он, но она мечтает когда-нибудь записать видео для Жанны. После этого они оба возвращаются в лагерь, и Мао говорит, что они будут дежурить по очереди в течение четырех часов, а мальчики смогут поспать. Первый. Ю и Джуджиро ложатся спать, и Ю видит ностальгический сон о том, что у него есть еще один брат рядом с Аюми, как в прошлый раз, и он задается вопросом, что же случилось. Вот и все, что было нужно. На следующее утро они целый день ловят рыбу и готовят ее на открытом огне. Они также принимают раздельные ванны, и Ю замечает, что у Яджиру довольно крепкое тело. Он говорит, что его способности требуют, чтобы он всегда носил броню под одеждой, и всегда хорошо, когда его сильное тело поддерживает это. Мимо проходит еще один гей, без каких-либо признаков беглеца, и Ю говорит, что хочет вернуться, так как у него есть младшая сестра, которая должна его поддержать. Беспокойся о возвращении домой. Майо говорит, что она не может этого допустить, и просит его перестать волноваться, так как у нее есть предчувствие, что они смогут закончить эту поездку завтра. На следующий день, когда они готовили еду, к ним подошел молодой человек в синей одежде. Он спросил их, что они здесь делали, и теперь говорит, что все они сбежавшие старшеклассники, которые планируют здесь жить. Парень на это не купился и сказал, что вызовет полицию, чтобы забрать их домой, но теперь говорит, что тогда полиция заберет и его тоже. Он спрашивает, почему, и она отвечает, что это частная собственность, и глядя на него тоже подозрительно, почему он там один. Он пытается придумать себе алиби, но теперь сразу же отвергает это как ложь и говорит, что он тот парень, который умеет летать. Она говорит, что он должно быть выбрал эти уединенные горы, чтобы попрактиковаться в своей способности держаться подальше от посторонних глаз. Но когда он увидел их, то понял, что это не так. Разбив там лагерь и не планируя уходить, он должно быть забеспокоился. Он пытается вести себя спокойно и отворачивается, говоря, что все это ерунда, но теперь наступает ему на хвост. Говоря, что она заставляет его отрабатывать свои способности перед камерой. Услышав это, он приходит в бешенство и прыгает вниз, чтобы отобрать у нее камеру. Но вместо этого оказывается в сушеном, хорошо поднявшийся по сравнению с предыдущим, который теперь был покрыт травой. Оказавшись внизу, он вынужден использовать свои способности, выпрыгивает из глубокой ямы и нападает прямо сейчас, чтобы отобрать у нее камеру. Ю говорит Юдзика что-то сделать, но он говорит, что не может сейчас, когда она так близко к нему. И как только парень добирается до нее своими руками, на видеокамере видно, как он взлетает высоко в небо. Ю использует свои способности и берет над ним верх, но в итоге он прикасается к небесам, открывая глаза, чтобы увидеть великолепный вид на город с прошутом. Когда он падает навстречу своей, казалось бы, неизбежной смерти, он изо всех сил пытается использовать способность в теле парня и умудряется предотвратить свое падение с помощью полета. Через пять секунд он возвращается в свое тело, и парень падает с несколькими ушибами. Нао и другие подходят к нему, раскрывают свои личности и объясняют, что они здесь, чтобы защитить его, и что однажды его силы исчезнут. И что произойдет, если он окажется в воздухе, когда это произойдет. Кроме того, ученые, должно быть, потирают руки от восторга, видя, как его тело заставляет его летать, и она уверена, что он не хочет становиться лабораторной крысой. Этот парень представился как Сато и сказал, что он думал, что он единственный в этом мире, у кого есть силы. И ему приснился сон о том, что он избранный, и его называют великим героем Скай Хай Садо. Они все смотрят на его безумное лицо и удивляются, почему они позволили такому слабаку, как он, выжить. После этого они все возвращаются домой, а Ю возвращается в не очень счастливую Юму. Тем не менее, она все понимает, как самая лучшая младшая сестра, какой она и является, и угощает его потрясающей домашней овощной лапшой. Юй замечает, что в ней нет соуса для пиццы, благодарит Бога за это и спрашивает Аюми об этом. Она говорит, что хотела добавить его, так как это секретный ингредиент их семьи, но у них он закончился, и по какой-то причине офицер на входе не хочет этого делать. Отпусти ее одну, чтобы она не смогла купить больше. Юй внутренне благодарит офицера за спасение его жизни и использует несколько полезных для здоровья токно дзюцу. В дополнение к комплиментам передай Аюми, что она готовит лучше даже без соуса для пиццы. После этого она сказала, что ей нужно о многом поговорить с ним с тех пор, как он ушел, и рассказала, что мальчик из ее класса пригласил ее на свидание, но она ему отказала. Ты сказал, что это могло бы стать поворотным моментом в ее жизни, и он не против этого, пока этот парень хороший человек. Внезапно Аюми чихает, Аю проверяет температуру у нее на лбу и замечает, что у нее небольшой жар. Он дает ей лекарства, позволяет уютно устроиться в постели и говорит, чтобы она отдохнула всю ночь. На следующее утро Аюми все еще плохо себя чувствует, у нее высокая температура. Ю сказал ей, чтобы она оставалась в постели и отдохнула, и что он сообщит в школу, что она сегодня не придет. После этого он пойдет в свою школу и проведет день, как обычно. В обеденный перерыв заходит самый мокрый парень с самыми мокрыми руками, указывает на их общежитие на карте и говорит, что на этот раз отключение электричества называется коллапс. Все они задаются вопросом, что бы это могло быть за отключение. А ты беспокоишься, почему это не называется разрушением, в конце концов коллапс предполагает, что это какой-то вид разрушения. Разрушительная сила, способная разрушать строение. Нео говорит, что для них не редкость видеть, как люди пробуждают силы в своей школе, потому что в этом и заключается вся цель этого. Но они удивляются, почему ученик находится в их общежитии в это время. США предполагают, что это может быть кто-то больной, который чихает прямо сейчас, и тебе становится не по себе, когда он думает об Аюме. Теперь я замечаю выражение его лица и спрашиваю его об этом, и он говорит, что его сестра больна и сейчас находится в общежитии, так что он беспокоится о ней. Майо говорит, что очень вероятно, что у братьев и сестер разовьются способности, если один из них пробудит их и скажет, что они должны пойти и поговорить с ним. Проверь. Юй говорит, что было бы неплохо пойти прямо сейчас, а если взять Юсу, то это тоже может поднять настроение Юми. Но Яджиро слишком любит громкоговоритель, так что брать его с собой было бы нехорошо. Он задается вопросом, не стоит ли ему завладеть своим телом и спрыгнуть со здания, но теперь тоже понимает это и зовет Яджиро к себе. Она говорит ему выглянуть в окно и посмотреть, небольшой ли там жираф, и когда он подходит к окну, чтобы посмотреть, она сильно пинает его, и он вылетает из окна. Она вызывает ему скорую помощь, а Юсурин в ужасе смотрит на нее и недоумевает, что только что произошло. После этого они все решают пойти купить рисовой каши для Аюме, и Юу предлагает поужинать всем вместе в тот же вечер. Он отмечает, что Юу всегда одна, так как ее сестра умерла, и теперь она практически сирота, а брат-инвалид находится в больнице с проблемами доверия. Ему грустно за них обоих, и он настаивает на том, чтобы они вместе ели в его общежитии и ходили по магазинам. После покупки некоторых дорогих продуктов, девочки вместе с ним идут в Юхун, и перед входом Ю говорит Юсе, чтобы она сначала скрывала свое присутствие. Потому что ее сестра была бы очень взволнована. И у нее пошла бы кровь из носа, если бы она увидела ее. Она привыкла быть дурочкой, носит маску короны и солнцезащитные очки и называет себя суперменом. Они все заходят внутрь и замечают, что одноклассники Юи пришли проведать ее. Ее лучшая подруга и представитель класса Намура встает, здоровается со всеми и представляется. Следующим встает парень с каштановыми волосами и представляется как Ойкова, и Намура рассказывает, что он тот самый парень, которого отвергла Миюми. Хотя он все еще не разочаровался в ней и хочет быть с ней. Будь ее другом. Кроме них есть еще одна девочка с фиолетовыми волосами, которую зовут Канаши. Они все прощаются с Аюми и уходят, а теперь входят и здороваются с Аюми. Они оба садятся рядом и подбадривают друг друга, но как раз в этот момент Юса просовывает голову внутрь и Аюми мгновенно узнает ее. И у нее начинается кровотечение, как у простодушного Санджи, которым она и является. Ния пару раз помогает ей справиться с кровотечением из носа, а затем они все садятся и вместе веселятся. После того, как они заканчивают, Юса уходит из-за своей работы в качестве айдола, а теперь предлагает помыть посуду и заставляет тебя вытереть ее тряпкой. Глядя на них, Аюми спрашивает, встречаются ли они и дразнит их, но они оба отрицают это с самым бесстрастным выражением лица, на какое только способны. После этого они дают Аюме лекарства и укладывают ее спать, а она говорит, что не хочет засыпать, потому что ей приснился кошмар и прошлой ночью тоже. Нео пытается расспросить ее о подробностях ее сна, но затем останавливается и уходит с тобой на свидание. Она говорит ему, чтобы он попытался расспросить ее об этом, поскольку это может указывать на то, какие способности в нее пробудились. И хотя они не подтвердили на 100%, что это именно она им нужна, она очень вероятный кандидат. После того, как она уходит, Ю заходит внутрь и спрашивает с Аюми об этом, и она говорит, что ей снилось, как земля и стены трескаются, а земля ломает их под ней. На следующий день Ю рассказывает всем об этом, и они подозревают, что это может быть действительно опасной способностью, которая также может нанести вред ее пользователю. Поэтому они должны быть осторожны и стараться держать ее в общежитии как можно дольше, чтобы избежать инцидента и причинения вреда другим людям. На следующее утро Аюми полностью выздоровела и хочет идти в школу, но Ю говорит ей остаться дома еще на один день, чтобы отдохнуть. Ей это не нравится, и она говорит, о, но когда он уходит, она одевается, тайком выходит из общежития и идет в школу. В любом случае, вернувшись в старшую школу, Ю и Дюдзира наслаждаются обеденным перерывом, как обычно, и внезапно им звонят. Она звонит им в офис и сообщает, что Юма пошла в школу. Ю начинает волноваться, и они все спешат в среднюю школу, чтобы узнать, все ли с ней в порядке. С другой стороны, во время обеденного перерыва Укала пытается пригласить Аюми еще раз поужинать вместе, но Намура приходит к ней на помощь и позволяет ей уйти. А Юми в конце концов сталкивается с Канаши и говорит, что действительно ревнует ее, так как она хотела пойти куда-нибудь сойковой, но потом она переводится в их школу. И с тех пор он думает только о ней. Затем она достает нож для резки бумаги, вытягивает лезвие и говорит, что пришло время Аюми помучиться. А Юми пытается успокоить ее, но когда это не помогает, она начинает взбегать на крышу. Но, к сожалению, дверь на крышу заперта, и она снова забивается в угол, а Канаши поднимается по лестнице с ножом. Она начинает паниковать, активируется ее способность, и все вокруг нее начинает рушиться и разваливаться на части. Канаши отступает назад и спасается, но Аюби падает и все вокруг обрушивается на нее. Снаружи ты и остальные врываетесь внутрь школы, перелезаете через забор и пытаетесь успеть вовремя. Но потом они видят, как рушится дальнее крыло здания, и ты бросаешься к нему, но только для того, чтобы найти его сестру раздавленной под обломками. А потом часть обломков обрушивается и на него. Кими оставь F в разделе комментариев для маленького Санджи, у которого идет кровь из носа в этом аниме. Пришло время для эпизода о семи стадиях горя. После прохождения некоторого лечения в больнице Юй открывает глаза и спрашивает, где была его сестра. Врачи говорят, что она не смогла выжить, и это повергает его в состояние шока. Он не может поверить в то, что только что произошло, и продолжает в том же духе, пока они проводят заупокойную службу по Аюме. А потом он возвращается в свою пустую комнату в общежитии, и никто не встречает его с рисом карри, заправленным соусом для пиццы. Он начинает плакать и ругает себя, задаваясь вопросом, смог ли он когда-нибудь показать ей, как сильно она ему дорога, и плачет, пока не засыпает. На следующий день он просыпается на полу с усталыми глазами и идет проверить, не разогрелось ли что-нибудь в холодильнике. В конце концов он находит коробку с лапшой, которую прислал ему дядя, когда он только переехал, и решает съесть ее. Проходят дни, за которыми следует недели, и почти месяц подходит к концу, когда он прячется в своей комнате, завернувшись в простыни, а пол усеян пустыми чашки. А его глаза с каждым днем становятся все безжизненнее. Йоджиро и Юса много раз приходили к нему с домашними блюдами и предлагали поужинать вместе с ним, но он всегда отказывался и не вступал ни с кем в контакт на улице. Мисса берет инициативу в свои руки и тоже пытается проникнуть внутрь, но между ними укрепленная дверь, и она понимает, что теряет свою сестру в беде. Каким-то образом она решает не делать этого, и они тоже оставляют его в покое. Проходит еще несколько дней, и они присылают Юми, первую пассию Ю из его старой школы, чтобы попытаться уговорить его выйти, но Ю даже глазом не моргнул в ее сторону. Чувствуя себя убитым горем и мертвым внутри, он всего лишь просит ее выполнить для него поручение и принести ему еще лапши, так как его старые запасы заканчиваются. Но когда она уговаривает его пойти с ней, он отказывается и злиться на нее за то, что она ведет себя так, как будто она его мама. Чувствуя себя напуганным и отруганным, Юну тоже уходит, и Ю снова остается гнить в одиночестве и депрессии. Поскольку у него заканчиваются запасы еды, Ю в конце концов решает выйти, чтобы пополнить запасы, но замечает, что снаружи стоят два охранника вместе с хозяином комнаты. Он понимает, что они вероятно пришли, чтобы забрать его силой, поэтому он использует свою силу, чтобы взять верх над одним из них и избить другого. После этого он молча выходит и идет в банк, чтобы снять все деньги со своего счета, которые почти равны 3,1. Долларов в сегодняшних деньгах для вас, американских слабаков. И да, я учел инфляцию. Он решает уехать подальше от своей школы, где его не сможет найти тот парень, с которым он работает, и в итоге оказывается в сетевом кафе. Он задерживается там на несколько дней и наедается пиццей и аниме, но потом ему становится скучно и он решает прогуляться. Он заметил несколько сладких данго, которые продаются в уличном магазине и попробовал их, а затем заинтересовался некоторыми играми в жанре эвс. Он решил попробовать и их тоже, и в итоге стал таким же неуравновешенным, как обычный доблестный игрок. Он начинает получать слишком большое удовольствие от убойной части игры и увлекается поеданием сладостей и посещением игровых автоматов. Однажды он теряет терпение, наблюдая за парой парней, проводящих слишком много времени за его любимым игровым автоматом. Он окликает их, а ребята обижаются на это и отводят его под темный железнодорожный мост. Они решают избить его, но Ю использует свои способности и заставляет их всех избивать друг друга и, наконец, заканчивает с последним, втыкая палочки данго ему в ногу. Несколько дней спустя он столкнулся лицом к лицу с главарем банды по имени Хосе Амата. Он спросил его, тот ли это парень, который в одиночку расправился с бандой другого парня и пытается установить над ним свое господство. Но Ю ни хрена не нравится, когда с ним разговаривают, и он берет верх над всей своей бандой и побеждает их всех в одиночку. И в конце концов он даже заставляет их босса наложить в штаны, угрожая проткнуть ему глаз палкой данго и спрашивая, не хотел бы он, чтобы у него было настоящее гангстерское уличное имя, например, Одноглазый Неженка. После этого он участвовал в гандитских разборках, где он случайно вязывался в драке и получал удовольствие, побеждая одну банду за другой. Однажды он обнаружил, что один из НПК из банды уронил маленький пластиковый пакет с каким-то наркотиком-коупием. Он думает, что это должно быть что-то веселое и решает закурить, и в этот момент знакомая бледноволосая девушка бьет его ногой по лицу. Теперь она раскрывается и говорит ему, что не может позволить ему переступить этот предел, и он спрашивает ее, как долго она там пробыла. Она говорит, что была там с самого первого дня, рассказывая, что она жила с ним в его доме с тех пор, как Аюми получила Ишкайда. И следовала за ним повсюду, включая кафе-шея, игровые автоматы, бандитские разборки и все такое. Она говорит, что тоже чувствует себя ответственной за это, и задается вопросом, не следовало ли ей лучше защитить Аюми, и не могла ли она каким-то образом предотвратить это. Затем она говорит, что несмотря ни на что, она не могла позволить ему переступить эту черту, и не хочет ли он потерять свою человечность. Услышав ее, Юй немного приходит в себя и спрашивает ее, что ему следует делать. Она звонит ему, а затем говорит, что пригласит его куда-нибудь поесть здоровой пищи. Он отказывается следовать за ней, и тогда она заключает с ним пари, что он должен съесть только один кусочек. После этого их пути разойдутся, и она не будет вмешиваться в его дела. Юй соглашается и следует за ней в дом Дзюдзира. Ночью там пусто, так как его семьи нет дома, и они заходят внутрь. Она говорит ему пойти посмотреть телевизор, пока она не закончит готовить, а потом будет его и приносит тарелку рисового омлета. Он откусывает кусочек и понимает, что с секретным ингредиентом вкус такой же, и Нао говорит ему, что позаимствовала записную книжку с рецептами его матери, которую нашла в комнате Аюми, и как она должна быть хотела воссоздать ее после ухода его матери. Ведь это было его любимое блюдо в детстве. Ты вспоминаешь последний омлет с рисом, который Аюми приготовила для него в качестве ланча, и как он жаловался на это и начинал плакать. Он понимает, что это был последний омлет с рисом, который когда-либо готовила для него его милая младшая сестренка, и съедает всю тарелку со слезами на глазах. А теперь подай ему салфетку, чтобы он приложил ее к глазам, и чашку чая, и дай ему отдохнуть. Он спрашивает ее, что ему теперь делать, и она отвечает, что для начала ему следует вернуться в студенческий совет. Он спрашивает ее, не обещали ли они расстаться друг с другом после того, как он откусил один кусочек. И она говорит, что он не откусил ни кусочка, а облизал все целиком. Чисто, так что ему должно быть очень хотелось вмешаться в ее дела. Он начинает улыбаться, благодарит ее и говорит, что все-таки вернется в студенческий совет. На следующий день он одевается и готовится начать свою новую жизнь с чистого листа. Он прощается с Аюми и идет в свою школу, где его встречают США и все остальные. Все в его классе завидуют тому, что он привлекает внимание их богини, и Юр рад видеть, что этот надоедливый культ простаков все еще активен в его классе, как обычно. Во время обеденного перерыва он идет в кафетерий с Йоджиру и угощает его карри из говядины, приготовленным по ограниченному времени, точно так же, как они готовили до смерти Аюми. Вселенная – это то, как все стараются изо всех сил быть добрыми к нему, и он чувствует себя по-настоящему счастливым за это. Вскоре они получают сообщение с просьбой прийти в офис, и им интересно, не вернулся ли капельница с другой зацепкой. Они спешат в офис и спрашивают ее, в чем дело, и выясняется, что это был просто пользователь, желающий получить все их отзывы о ее последнем музыкальном клипе. Услышав это Симплард из Осерин, Сим Стражира начинает летать от счастья, и все они садятся посмотреть ее музыкальное видео. Как только они все заканчивают просмотр, Ю просит Джоджира оставить свой отзыв как фаната, и он отвечает с выражением лица, которое говорит о том, что он уже ушел из жизни. На небеса. С другой стороны Нао ставит ей справедливую оценку в 8 баллов из 10 возможных, но вычитает баллы за ее раболепную привычку вести себя как кумир в школе. Как только вся эта драма закончится, теперь она говорит, что настоящая причина, по которой она привела их всех сюда, заключалась в том, чтобы попросить их решить, кто будет ее кумиром. Я собирался пойти с ней на концерт. Она достает два билета на концерт Джанны, который должен состояться на следующий день, и предлагает ему принять решение. По результатам голосования Юса ничего не знает о пост-рок-музыке и не интересуется ею. Яджиро она тоже не нравится, в то время как Миссио просто нравится хэви-металл-рок, и она отказывается от предложения, когда Нао говорит, что на концерте ничего этого не будет. Естественно, ему оставалось только взять билет, и сделав последний рывок, он принимает предложение. Позже, в тот же день, возвращаясь домой, он встречает рыжеволосую слепую девочку. Когда она проходит мимо него и говорит, что ей не нравится, когда ее избегают, он прислушивается к ее голосу. И вспоминает то чувство, которое он испытал, когда впервые прослушал песни Джанны на МПНР. Четыре игрока. Он оборачивается и спрашивает ее, действительно ли она была слепой вокалисткой знаменитой группы. Но вместо этого она подходит к нему и спрашивает, может ли он отвезти ее в заведение, где продают мадоньяки. Он немного поразмыслил над этим и в конце концов понял, что она просит современное блюдо Акономияки, в состав которого также входит Якисаба. Он принял ее просьбу и повел ее в местное заведение, чтобы отведать это блюдо, а также заказал его для себя. Во время всего этого он борется со своей привычкой звонить домой, чтобы сказать Аюме, что он придет поздно, или подождать, чтобы пойти домой и съесть приготовленный ею ужин. Он очень скучает по ней, и у него вырывается грустный вздох, и девочка это понимает. Она подтверждает его подозрение, что она на самом деле солистка группы по имени Салах Шейн, и спрашивает, не случилось ли с ним недавно чего-нибудь действительно печального. Она говорит, что он может поговорить с ней об этом, и они оба сидят снаружи, пока ты рассказываешь ей о потере его сестры. Она говорит, что должен быть кто-то, кто изменил его, чтобы он вышел из депрессии и мог думать только о настоящем. Именно в этот момент он вспоминает о ее брате Кадзуки и просит Салаха об одолжении. Он рассказывает ей о нем и спрашивает, может ли она пойти с ним повидаться с этим парнем, так как он был гитаристом, который боготворил ее и тоже собирался добиться большого успеха, прежде чем стать таким, как он. Вот это. Она любезно соглашается и отправляется в больницу навестить Кадзуки. Перед отъездом он звонит ей и говорит, что познакомился с Салах и не хочет ли она тоже встретиться с ней. Но она говорит, что ей это неинтересно, так как ей нравится ее работа, но на самом деле она не в восторге от встречи со звездами. Затем он предложил ей встретиться со своим братом и попросил ее сообщить в больницу об их приезде. Позже тем же вечером они отправились навестить Кадзуки в больнице и по дороге она рассказала ему, как она тоже перенесла различные душераздирающие трудности. И в какой-то момент была вынуждена отказаться от своего обратитесь к Богу, чтобы добиться такого успеха. Позже они встречаются с Кадзуки, и она поет для него, и это немного восстанавливает его рассудок, и ему удается вспомнить свою сестру. После этого Ю возвращается с Салахом, и по дороге он звонит ей и рассказывает о чуде, свидетелем которого он стал, и она говорит это она уже знает. Так как услышала об этом от медсестры в больнице и сразу же бросилась туда, но похоже они едва разминулись у входа. Она благодарит его за то, что он зашел так далеко ради нее и ее брата, и просит его быть готовым к встрече на концерте на следующий день. Когда мы возвращаемся, менеджер Салаха тоже заезжает за ней, предварительно отчитав ее, и она говорит, что хотела бы как-нибудь встретиться с тобой. Еще раз. Он говорит, что будет присутствовать на концерте, а она говорит, что мысленно споет с ним тогда и тогда. Их пути расходятся. На следующий день ты идешь на концерт вместе с ней и наслаждаешься проведенным с ней днем. Они покупают кучу мобильных аксессуаров марки Джин и в конце концов попадают на концерт. Сала поет свою песню, и в середине концерта ты начинаешь чувствовать себя странно. По какой-то причине он начинает испытывать ностальгию, а потом Сала переходит к своей новой песне, и каким-то образом ты об этом узнаешь. Это похоже на то, как если бы он уже слышал эту песню раньше, и внезапно множество воспоминаний нахлынуло на него, и он рухнул на землю. Когда он падает, ему снится сон о его воспоминаниях из другой жизни, где он находится в научном учреждении с большим количеством детей, с такие же силы, как у него. Вот он просыпается и слушает новую песню Жанны вместе с Аюми, которая слушает свою любимую певицу Юсу. Они встают и идут обедать, и Ю жалуются, что все это будет на вкус как лекарство из-за всех этих химических веществ, повышающих энергию, которые они добавляют в свою еду. Аюми говорит, что несмотря на это, она верит, что Кари может сделать всех счастливыми и хотела бы, чтобы их старший брат Шунсу поел с ними. Ю наклоняется и говорит Аюми, что у него действительно сильные способности, и именно поэтому он находится под ограничениями и показывает, что у него есть все необходимое. Способность перемещаться во времени. Во время обеда он садится на стол рядом с длинноволосым парнем с каштановыми волосами по имени Кумигами, который, как оказалось, является другом Шунсу. Лучший друг. Шунсу называет его Пу, потому что первая часть его имени означает медведь, и это также становится его прозвищем. Ты думаешь, что у него тоже есть действительно мощные способности, и если бы ученые узнали об этом, они бы его тоже задержали и посадили под замок. Его настоящая сила называется грабеж, которая позволяет ему отнимать сверхъестественные способности у любого, кем он обладает. Используя эту силу в качестве основы их плана, он объединяется с группой других детей, включая Пу, поскольку они планируют освободить Шунсока, чтобы он мог привести их к снова лучшее будущее. Пу дает ему листок бумаги с инструкцией встретиться с парнем, обладающим телепатией, и украсть ее у него. Он также крадет способность к измельчению, которая позволяет ему уничтожать предметы с помощью относительно контролируемой силы. После обеда Юй возвращается в свою комнату вместе с Аюи. Но на обратном пути ученые забирают Юми, так как сегодня у нее день экспериментов, и она забыла рассказать тебе об этом. Они запирают его, и через некоторое время в его камере он слышит громкие звуки и срабатывает сигнализация. А когда дверь открывается, он обнаруживает один из лучших тамошних ученых, которому посчастливилось узнать о его реальной силе. Он объясняет, что они пытались силой раскрыть способности его сестры, и это привело к обрушению целого квартала. Теперь они планируют препарировать ее для изучения, а затем избавиться от нее по мере необходимости. Услышав это, начинает бежать на поиски своего брата, а Сью встречается с Шичино, который обладает способностью проходить сквозь стены. Он позволяет ему украсть свою способность, и говорит ему пойти украсть силу Телекинуса и спасти своего брата. И после последней отчаянной попытки ему удается, чтобы освободить своего брата от Аков, и время Шунцу стремительно летит, когда охранники учреждения сбивают Ю. Как раз в этот момент Ю приходит в себя в больнице и удивляется тому, что он увидел. Он вспоминает, как у них с Юмуном всегда было такое чувство, что у них есть старший брат, и возможно все это было правдой. И как раз в этот момент входит парень с каштановыми волосами и говорит, что это выглядит так, будто у них есть старший брат. Как будто к Юю вернулись воспоминания. Оказывается, он кумагами и тот самый парень, который всегда помогает им находить людей со способностями. Ты спрашиваешь его, правда ли это, и говоришь ему, чтобы он придержал свои вопросы для своего брата, потому что это первое, что они могут сказать его сестре. Юй злится и спрашивает, как они спасут того, кто уже умер, и он говорит, что должен знать о смерти своего брата Шунцока. Способности сейчас, и что к нему вернулись его воспоминания. Услышав свое имя, она спрашивает, тот ли это Шунцук, которого она знает, и кумигами подтверждает, что это он. Оказывается, это тот самый парень, который спас ее и основал школу, о которой она тебе когда-то рассказывала. После этого он говорит ему следовать за ним и отводит его в секретное высокотехнологичное подземное сооружение в лесу. Беру наконец-то знакомится со своим братом и понимает, что тот ослеп и все еще скептически относится ко всему этому. Шунцук приветствует ее и хвалит за все ее усилия, а затем просит тебя занять его место, пока он рассказывает ему обо всем, что произошло после его прыжка во времени. Его история начинается с того, что он открывает глаза за три года до того, как все они были пойманы учеными в его доме вместе с младшими братьями и сестрами. Он продолжает встречаться с Пухом и собирает всех своих друзей, поскольку на этот раз они пытаются все сделать правильно, но в конце концов они просто кучка детей. И не может надеяться на победу против экипированных отрядов взрослых мужчин, пытающихся захватить их в плен. После каждой неудачной попытки, когда что-то шло не так, Шунцук придумывает новый план и возвращается в прошлое, чтобы сделать все лучше. Это продолжается уже довольно много раз, и каждый раз он замечает, что его зрение становится все слабее и слабее. Это продолжается до последнего прыжка во времени, когда Шунцу решает собрать много денег и создать безопасную зону для детей с особыми способностями. На этот раз ему это удается, но ценой этого становится полная потеря зрения. Он просит своих друзей Мадоки и Мономари стереть воспоминания о нем у вас с Юми, чтобы он мог передвигаться более свободно и чтобы они тоже были в безопасности. Теперь он позвал тебя туда, чтобы встретиться с ним, чтобы он мог украсть свои силы, используя свою способность возвращаться во времени в прошлое. День, когда Юми заболела и спаси ее. Затем он просит его встретиться с ним в новой временной шкале и все объяснить, чтобы он мог предпринять соответствующие действия. Сейчас ты спросил, знала ли она об этом с самого начала, и она говорит, что знала благодаря тому, как работает способность Кумы и когда она отправилась на его поиски. Оказалось, что она знала об этом с самого начала, что он ошибался насчет своих способностей и они решили сохранить это в секрете. Потому что на самом деле боялись того, кем он мог бы стать, если бы продолжал накапливать способности подобным образом. Сказав это, Ю встает, забирает силы Шунцук и просыпается рядом с Аюмой в ту ночь, когда ей стало плохо. На следующий день он, как обычно, идет в школу, а их мокрая Кума приходит и рассказывает ему о ком-то в их комнате в общежитии, обладающем способностью к коллапсу. Ю говорит, что это, вероятно, его сестра, и просит сейчас Юсу пойти с ним, а остальное идет как раньше. Но после того, как сейчас уходит, чтобы уйти, выходит Ю и решает рассказать ей все, и спрашивает, поверит ли она ему, если он скажет ей, что он пришел из будущего. Она говорит, что так бы и сделала, и он становится по-настоящему счастливым и даже благодарит ее за то, что она спасла его в другом будущем, когда он впал в депрессию. Он просит ее помочь убедить других, и на следующий день они все решают проникнуть в школу Юби. Той ночью Ю крадет ее силы, чтобы убедиться, что она не впадет в бешенство, как в прошлый раз. А затем прячется в шкафчике рядом с дверью на крыше, чтобы защитить ее от нападения Канаши. Когда пришло время, он подошел и отругал ее, а теперь позволил позаботиться о клинке и отпугнул ее, в конце концов, защитив свою сестру от отправки Ишикая в другой мир. Когда он это делает, Медоки из этой временной шкалы получает представление о его действиях и решает противостоять ему с Кумой. Ю убеждает их, что он действительно путешественник во времени, называя Куму по прозвищу Пу, когда они решают вместе навестить Шун Са. Они садятся в машину и едут в горы, чтобы встретиться со слепым Шун Са. Шун Су говорит им, что привез их туда, потому что думает, что у него пробудились способности грабителя, но Ю показывает, что на самом деле он путешествовал назад во времени. И рассказывает им обо всем. Шун Су верит ему и говорит, что он не знает, как ему удалось вернуть свои воспоминания с другой временной линии, но это безусловно редкий и необъяснимый феномен. Затем он говорит, что теперь ты должен оставаться в этом исследовательском центре, пока его силы не иссякнут, и спрашивает почему. Шун Сик объясняет, что у тебя самая сильная способность в мире, и теперь у него даже есть способность совершать прыжки во времени, которые группы со всего мира попытаются захватить. Его, чтобы они могли использовать его как инструмент для достижения мирового господства. Помня об этом, он должен остаться здесь, так как это самый охраняемый объект во всей Японии, а затем отвезти их всех на экскурсию в исследовательские лаборатории. Там он знакомит их с доктором Суп Сумюши, который оказывается тем самым парнем из будущих воспоминаний Ю, который спас его. Здесь, в этом учреждении, все они работают над разработкой вакцины, которая излечит людей по всему миру от этой болезни. Ты спрашиваешь, больны ли они, и он объясняет, спрашивая их, знают ли они о долгопериодических кометах. А Юми говорит, что она знает о них, потому что это ее хобби, и доктор хвалит ее, а затем объясняет, что существует комета под названием Шарлотта, которая проходит мимо Земли каждые 75 лет. Когда эта комета проходит мимо, она разбрызгивает особую пыль в атмосфере Земли, и тот, кто вдыхает или проглатывает эту пыль. Обретает сверхъестественные силы, дремлющие в его ДНК, в то время, когда его эмоции достигают максимума, то есть примерно в подростковом возрасте. В прошлом, около 400 лет назад, комета пролетела на необычно низкой высоте, и это привело к тому, что многие люди обрели эти способности. В то время этих людей называли ведьмами, и это привело к массовой охоте на ведьм, которая в некоторой степени продолжается и по сей день. Он продолжает, что они работают над созданием вакцины, которая предотвратит появление этих сил в будущих поколениях. Выслушав все это, Ю соглашается остаться там с Аюми, а Шунсук говорит, что хотя они не могут заменить своих старых друзей в школе, они вольны принимать решения. Подружитесь с его группой и познакомьте их с друзьями его детства. Они все проникаются симпатией к Аюме и даже заставляют тебя чувствовать себя как дома, приглашая поиграть с ним в игры и все такое. Но потом Кума получает информацию о другом пользователе способностей, и Ю узнает, что Куме никогда не приходилось обливаться. И он сделал это только для того, чтобы скрыть свою личность, согласно Шунсуке. Предложение. Юй спрашивает его, вернется ли он в офис студенческого совета, и он отвечает да, но говорит, что не сможет прийти. После этого он выходит, садится в машину и говорит водителю Фаруки отвезти его в школу. Все начинает пахнуть подозрительно, когда Фаруки пропускает поворот к школе и продолжает ехать прямо к заброшенной фабрике и показывает, что у него на самом деле есть семья. Согласно приказу Шуну, они не работают со взрослыми, у которых есть семьи, поскольку их легко можно взять в заложники и использовать против них. Будучи бывшим пользователем способностей, Фуруки хотел быть им полезным и решил скрыть от них существования своей семьи. Но это обернулось неприятными последствиями, когда его семью взяли в заложники какие-то люди из иностранной мафиозной группировки, и они потребовали, чтобы он молчал об этом. И чтобы привести к ним Куму. Фуруки приносит извинения за эту оплошность, а Кума говорит, что это Ук, и тебе стоит побеспокоиться о его семье. С этими словами они отправляются на фабрику и встречаются с иностранцами, которые говорят Фуруки, что у них есть для него еще одно задание – доставить тебя туда. Они шантажом заставили его сделать это и отправили в Асвояси, а затем выбили у Кума выбитые зубы и ввели ему сыворотку правды, чтобы вытянуть из него все секреты. После этого они похищают сейчас и берут ее в заложницы, а потом звонят Шумсуку и говорят ему, чтобы он отправил тебя к ним одного. Иначе они убьют всех заложников, включая семью Фуруки. Они все садятся и начинают обдумывать планы, как все исправить, но не могут придумать ничего подходящего. Они думают о том, чтобы ты прыгнул во времени, но это становится трудной задачей, когда они узнают, что семья Фуруки была взята в заложники еще в тот момент, когда они только приняли решение об этом. Создайте этот объект. Нет никакой гарантии, что и в этот раз все обернется так же. Шичина предлагает отправить тебя одного и позволить ему сразиться с ними, если дела пойдут плохо, ты всегда можешь воспользоваться прыжком во времени. Поскольку это их единственный вариант, Шумсу пытается убедить Ю согласиться на эту миссию. Но Ю начинает паниковать под всем этим давлением и говорит, что он не уверен в своей способности справиться с этим. В итоге он чуть не использует коллапс и не убивает их всех под давлением, но Шумсук обнимает его как настоящий Ниссан, которым он и является. И говорит ему, чтобы он перенес время именно на этот момент, если он когда-нибудь почувствует, что это для него слишком. Несмотря на все эти поощрения, Юи отправляется на встречу с представителями иностранной мафии и использует свои способности на двух неспособных игроках, чтобы проверить их на наличие оружия. Когда они выходят чистыми, он удивляется и подвергается нападению маленькой девочки-убийцы сзади. Он пытается совершить прыжок во времени, но девочка умудряется рассечь ему правый глаз, и без одного глаза он вообще теряет способность совершать прыжок во времени. Вместо этого он решает использовать коллапс, но люди из мафии говорят, что если он воспользуется им, то убьет двух заложников, которых держат под землей. Он пытается сопротивляться, используя телекинез, но девушка-убийца продолжает колоть его как гоблин, и в итоге он использует коллапс и разрушает все вокруг. Единственной жертвой стал Кумигами, который погиб, защищаясь. Шун Сук и остальные тоже прибывают на фабрику, и Шун Сук падает на колени и начинает ползти в поисках Кумы, а когда он подбегает к своему телу и говорит ему не умирать. Кума говорит, что он не может этого сделать. Уверен, что Шун Сук сам все это придумал, что его прозвали Винни-Пухом, и он испустил свой последний вздох. Напиши Винни-Пух в разделе комментариев для бедного Кумагами. Вот настоящий гивик из этой истории. Два дня спустя Ю очнулся в больнице после операции. Шичина посвятил его в подробности и рассказал, что сейчас все было в порядке, но Кума не смог прийти в себя. После этого откровения Ю Ю стало грустно думать о своем брате и о том, что он должно быть чувствует то же самое, что чувствовал, когда потерял Ю Ю. И думал, что больше не сможет этого сделать. Увидеть ее когда-нибудь снова. В первом классе он впадает в шок и думает, что это все из-за него, но потом друзья Шун Сук говорят ему, что это был просчет с обеих сторон, и он не виноват. После этого Аюми заходит проведать его и пытается подбодрить. Так проходят дни, и все желают ему скорейшего выздоровления, начиная с Йоджиро, Юны и остальных. Когда Юна приходит с едой, ты просишь Мису выйти и поговорить с ней о загробной жизни и о том, что находится за ее пределами. И поговорив с ним, она понимает, что она должна ценить те несколько мгновений, которые ей были дарованы благодаря способностям Ю. Позже, во время одного из визитов Ю в ее родной город, чтобы продвигать продуктовый магазин ее родителей, Миса выходит и говорит комплименты своим родителям. И это тоже хорошо завязывает ее историю. Дни идут за днями, и Ю постепенно восстанавливает подвижность всех своих конечностей и начинает выздоравливать. В конце концов он отправляется навестить своего брата и обнаруживает, насколько подавленным тот выглядит. Несмотря на это, у него холодная голова на плечах, и он говорит ему, что скоро в Японию прибудут другие иностранные мафиозные группировки и будут нацелены на них. Без сомнения, он чувствует себя подавленным и опечаленным из-за потери своего лучшего друга, и Юй возвращается в свою комнату. Там он находит Нао, которая ждет его, и он рассказывает ей об их нынешней ситуации. Она рассказывает ему о странной идее, что с помощью своей силы он гипотетически может забрать силы у всех в этом мире и убедиться, что никто не сможет напасть на них. Но это будет означать, что тебе придется объехать весь мир и обладать тысячами, если не миллионами и миллиардами людей. И после всего этого никто не знает, сможет ли он вообще сохранить рассудок на тот момент. Он некоторое время думает об этом и понимает, насколько это было бы жестоко, но на самом деле это может привести к лучшему будущему для всех них. И он встает и обещает сделать это ради нее. Он говорит ей, что любит ее, и объясняет, как со временем у него появились эти чувства после того, как она помогла ему выйти из депрессии. И она говорит, что хотя для него все это хорошо, она должно быть сделала это только потому, что сама чувствовала себя виноватой или ответственной. Кроме того, она говорит, что это безумная идея, и он не обязан этого делать, но он говорит, что это не имеет значения. И он сделает это ради нее, чтобы она влюбилась в него, и потому что он тоже хочет создать лучшее будущее для них всех. Услышав его, она просит его дать обещание и говорит, что будет ждать, и если ему удастся это сделать, она обязательно влюбится в него. Чтобы все стало по-настоящему, Нео говорит ему начать с того, что заберет у нее силы, и он делает это, чтобы показать свою решимость. Приняв это решение, Ю выходит рассказать своему брату об этой безумной цели и о том, что он уже начал, а затем они все объединяются с другими участниками группы. Из группы Шун Сока, и они говорят ему, чтобы он уезжал за границу и занялся решением проблемы в целом, а Японию предоставил им. Учитывая все обстоятельства, Юй начинает собирать свои вещи, и в день отъезда он получает в подарок небольшую брошюру с переводом отныне и говорит, что сдержит свое обещание. Его путешествие начинается в Сингапуре, где он находит список пользователей, заплатив за него. Оттуда он отправляется на Филиппины, чтобы завладеть способностями лидера, которые, как оказалось, заключаются в способности читать мысли. Он использует эту способность, чтобы найти своего искателя способностей, парня по имени Анджела. Оттуда он отправляется навстречу с Анджела и запечатывает его способности, что позволяет ему видеть местоположение пользователей способностей на карте. После этого он начинает сходить с ума и грабит целые Филиппины у пользователей способностей. Затем он оказывается в Южной Африке, где уничтожает множество небольших групп, в которых есть несколько пользователей способностей. Вскоре он получает прозвище «одноглазый жнец с ухмылкой по всему миру» и получает награду за свою голову. Эникс отправляется в Египет, где получает возможность рассказать, какую способность он украл. После этого он начинает проверять одну страну за другой и набирает огромное количество способностей, включая те, которые позволяют ему переводить вещи в своей голове. Так что ему не нужно это делать. Сон и тот, который позволяет ему усугубить существующие заболевания. В горах Афганистана он обнаружил на своей карте новую группу людей, которые, судя по всему, являются детьми, которым еще предстоит развить свои способности. Он выслеживает их и использует свою способность к развитию болезней, чтобы их способности проявились на ранней стадии, чтобы он мог их украсть. Затем он совершает круговые поездки по другим странам, в которых уже побывал, чтобы убедиться, что ни у кого не осталось потенциала для развития новых способностей. В Индии он впервые сталкивается с отрядом по борьбе с мрачным жнецом, который нападает на него с оружием в руках. Но он побеждает их всех с помощью их силового поля и забирает все их способности. Затем он отправляется в Перу и находит девушку, использующую свои целительские способности, чтобы помогать другим, но, к сожалению, крадет и ее. И задается вопросом, не следует ли ему совершить прыжок во времени и спасти Куму. Но затем решает отказаться от этого под предлогом того, что он не должен бросать вызов законам природы больше, чем он уже сделал. На Кубе он начинает ощущать первые симптомы того, что в нем сосуществует большое количество способностей. Он случайно использует коллапс и разрушает здание, а также использует телекинез, чтобы почти убить невинного человека, но затем вовремя берет себя в руки. В конце концов он оказывается в Саудовской Аравии и насильно пытается заснуть, чтобы немного передохнуть, но когда он просыпается, то обнаруживает себя в новое место. И его память нечеткая. Он смотрит новости и понимает, что во сне он вызывает массовые разрушения, автоматически переходя в режим берсерка, чтобы охотиться на пользователей способностей. Он решает больше никогда не спать и продолжает свою миссию. Затем он отправляется в Италию, где садится на стул, в то время как на него нападает группа членов мафии, стреляющих в него из пистолетов. И он задается вопросом, что он там делает и зачем вообще путешествует по миру. Он начинает терять свою цель, но затем вновь обретает ее, взглянув на маленькую брошюру с переводом, которую дал ему Нео. Он пытается вспомнить ее лицо и то, кем она была, но прошло слишком много времени, чтобы он мог ясно вспомнить даже это. В конце концов он довольствуется тем, что заставляет себя поверить, что это должно быть кто-то важный для него. И продолжает свою миссию, начиная лишать страну за страной их возможностей. Пользователи. После целого года жестокого путешествия по всему миру, в ходе которого он сражался с бесчисленными группами террористов и украл, казалось бы, бесконечное количество способностей. Он много раз терял самоощущение в этом путешествии, но его чувства к Нео всегда возвращали его к его миссии. Наконец-то настанет день, когда он лишит последнего человека на Земле их сверхъестественных способностей, которые придают им смелости. Когда он падает на Землю, выполнив свое обещание, Шун Сук прилетает, чтобы забрать его и вернуть домой. Когда он просыпается на больничной койке рядом с ней, он спрашивает ее, кем она была, и она понимает, что он полностью забыл о ней. После того, как он накопил столько сил и прошел через столько суровых испытаний, он забыл, кем он был, но она решает сохранить свою часть жизни. Она дает обещание и говорит ему, что она его девушка, и рассказывает ему о том, как они вместе проводили время в студенческом совете. Она сказала ему, что именно она создала для него этот буклет, и он сказал ей, что на протяжении всего своего путешествия он носил его с собой как талисман на удачу. Она благодарит его за то, что он выполнил свое обещание и благополучно вернулся, и ведет его знакомиться со своими друзьями. Возможно, это не самый счастливый конец в мире, но теперь, когда все живут в мире и впереди у них светлое будущее, история Шарлотты подходит к концу.